Когда я путешествую на поезде больше суток, то всегда запасаюсь продуктами, в числе которых чайные пакетики, вода, хлеб, сыр, овощи, лапша быстрого приготовления и сухое картофельное пюре в стаканчике. Лапша и пюре отлично подходят в качестве основного блюда на обед и ужин, так как они довольно сытные и для их приготовления не нужно ничего, кроме горячей воды. Сейчас мало кто задумывается над тем, как делаются такие сублимированные или сушеные продукты, но мне всегда было интересно увидеть своими глазами, как они производятся. Как делают лапшу вы увидите в следующий раз, а сегодня рассказ будет именно про сухое картофельное пюре в стаканчике. Для этого я отправился на завод Моревен, где картофельное пюре под брендами Ролтон, Петро и Биг Бон производят в промышленных масштабах. А начинается все с картофельных хлопьев, делают их из натурального картофеля. Его тщательно промывают, затем клубни по транспортеру попадают в огромный барабан, сильно похожий на тот, что стоит внутри стиральной машины. Принцип мойки тоже не сильно отличается, барабан вращается, а мощный поток воды смывает прилипшую грязь. Затем картошка по ленте отправляется в бункер накопителя, где ее ждет очистка от кожуры. Однако здесь вы не увидите никаких ножей, принцип избавления клубни от кожуры здесь иной. Из бункера накопителя мытый картофель попадает в паровую машину, где под воздействием температуры ошпаренная кожура лопается и далее снимается щетками внутри автомата. Все проще, чем могло показаться изначально. Затем очищенные клубни по ленте отправляются на следующий этап. По пути операторы отбраковывают поврежденную картошку. После этого следует нарезка картофеля на части. Этот процесс особенно интересен способом, которым это делается. Клубни поступают в ускоритель, где разгоняются струей воды до 250 км в час, практически как болиды Формулы 1. На такой запредельной скорости они врезаются в 4 лезвия, установленные поперек трубы, после чего разлетаются на шайбы. Эти шайбы поступают на следующий этап, где картошка варится. Но делается это непривычным нам домашним методом, когда нужно варить до полного приготовления, а более усовершенствованным. Для начала шайбы хорошенько ошпаривают, другими словами бланшируют, затем остужают и варят до готовности на пару. Далее свежесваренный картофель нужно превратить в пюре. Делается это при помощи волков. Обычно на других производствах они применяются для того, чтобы получить из куска железа лист, но в нашем случае волы выполняют роль скалки. Картошка пропускается между пятью волками, которые раскатывают ее тонким слоем на горячий барабан. На нем она моментально подсыхает. Зазор между волками и барабаном всего 2 мм. Это позволяет отсеивать глазки и кожуру, которые могли остаться в пюре. Намазанное на горячий барабан пюре превращается в тончайший картофельный лист, очень похожий на бумажный. Теперь этот картофельный лист сомнут и превратят на мельнице в порошок, после чего расфасуют бумажные мешки по 25 кг. Как говорят специалисты, из одного килограмма сухого картофеля можно приготовить столько же пюре, сколько из 10 кг сырой картошки. Но это еще не готовый продукт. До того, как пюре попадет в привычные стаканчики, в него нужно добавить специи и приправы. На фабрике Моревен делают более 10 видов пюре, поэтому в зависимости от состава в картофельный порошок добавляют сушеную петрушку, укроп, лук и чеснок. Кроме того, сушеные кусочки мяса или курицы, грибы или сухарики и, наконец, сухие сливки. Все составляющие в этом продукте натуральные, только прошли через сублимационную сушку, то есть влага из них была удалена под вакуумом. Как говорят специалисты производства, при этом сохраняются все питательные вещества, микроэлементы, витамины, естественный вкус, цвет и запах. Все ингредиенты загружаются в промышленный миксер, где их тщательно перемешивают. Как и на каждом пищевом производстве, здесь есть своя лаборатория, где проверяется качество готового продукта и сырья. Основное требование к сухому пюре, оно должно храниться не менее 12 месяцев, сохраняя качество и превосходный вкус, что достигается в том числе благодаря обеспечению минимального уровня влажности готового продукта, не выше 5-7%. В лаборатории картофельное пюре не только проверяют, но и пробуют на вкус. Кстати, наибольшей популярностью в России пользуется пюре с курицей. На последнем этапе производства сухое пюре из миксера отправляют на расфасовку. Смесь через воронку по трубам попадает в эту машину и оттуда в стаканчике. В каждом из них по 40 грамм продукта. За одну минуту здесь упаковывают по 100 штук. Процесс наполнения стаканчиков завораживает. Можно очень долго смотреть на то, как работают автоматы и как стаканчики едут стройными рядами по транспортерной ленте. Одновременно могут работать сразу две линии. Тогда два потока из стаканчиков сливаются в один, и они продолжают свой путь дальше. На линии стоит автомат, который сканирует стаканчики на наличие инородных предметов внутри. Такие случаи очень редки, но подозрительные стаканчики отлавливаются из потока и проверяются дополнительно специалистами. На последнем этапе стаканчики упаковываются в коробки и отправляются по длинной транспортерной ленте на склад. Участие людей здесь минимальное, все автоматизировано, поэтому оператору остается только контролировать работу машин и наблюдать за стабильным качеством продукции. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо всем за просмотр! Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, как это сделано, и на мой инстаграм, где я публикую фотографии с различных производств. С вами был Аслан, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok